Сегодня у нас будет презентация, понимаешь, нашего шоу, а завтра у нас будет флешмоб и концерт ко дню матери, понимаешь? Будет что-то такое, что вы даже не представляете, что это может быть, потому что это будет чистая импровизация. Ну-ка все вместе! Эй, 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 эй! Уши разведки! Эй, 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 эй! Ну-ка по-хорошему! Хлопайте подошли нам! И кто-то хватит с Максом, поехали! Тише, тише! Мы вас ждем. Приходите. Выглядим реальность. Васич, ты раньше что-нибудь рекламировал? Я хочу пригласить всех участников сегодня, всех смотрителей, кто нас смотрит, всех, кто уже нас полюбил и кого любим мы. Торговый центр Тиара, Москва, Мичуринский проспект 27, в 16.00. Мы будем ждать вас. Будем вас ждать. Вы должны управлять нами, людьми. Не, не, я не хочу. Боже, кто вы такие... Получил в руке, грамка. ...задание, а мы их исполним. Приходите, берите с собой знакомых, берите с собой кого угодно, приходите. Мы вас будем ждать. Здрасте. У нас уникальное шоу, новые игры реальность. Вы можете нам дать задание, а мы будем выполнять любое. Прямо здесь, прямо сейчас. Какое задание? Я могу помочь вам пакет донести в артен. Песню сбойте. Сделать для вас уроки. Какую песню? Любую. Какую? Любую. Я не лягу под ноги к тебе никогда. Вот так раненым в сердце тобой буду страдать. Я не знаю, что у тебя на уме. Я и не хочу за дикую радость, что даже мне не представляю, чем расплачусь. Спасибо. Игры реальности. Спасибо вам, правда. У нас соу. Подписывайтесь там, ищите. Да, и участвуйте. Давайте нам задание, мы их будем выполнять. Игры реальности. Можете писать свои задания, их оплачивать, и мы будем, мы будем выполнять любое задание, которое вы хотите. Если, допустим, вы сидите дома, и вам нужно пить. Мы можем вас развлечь. Вот так присядка делайте. Вот так еще, да? Мы к вам приехали. В полную версию вы сможете посмотреть завтра в 12 часов в прямом эфире. А не забудьте, пожалуйста, проголосовать о том, что мы завтра ко Дню Матери, где мы будем проводить вам... Барбиевы горы! Барбиевы горы! Ладно, пока! Битаганчик, битаганчик, ну хорошо, стопе, 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 бери, бери, конечно, хоп. Уважаемые мамочки, все женщины, которые стали матерью, моя мамочка, если ты меня вдруг видишь, все мамочки, поздравляем вас с ее матери, желаем вам счастья, здоровья, любви и благополучия, чтобы ваши детки вас только радовали от всей души. А мы будем для вас готовить сегодня праздничную концертную программу, которая состоится, пока мы еще не знаем где, как только нам подскажут это, и мы вам сразу... Там же голосование, Катя. Да, голосование. Еще можно голосовать, нет? Если вы видите, сейчас идет голосование на нашем сайте, пожалуйста, голосуйте. Барбиевы горы. Барбиевы горы или паркуй, вот где вам удобно. Вы приедете туда, где удобно, именно вам управляйте нами. Слушай, Катя, а кто тебе вчера предлагал бесплатный маникюр? Вот уфтиаре. Да? Вот уфтиара, да. Подожди, а как они сказали, что они просто сделают бесплатный... Рекламу. Да, мам. А, да? Да. Так, а почему мы не сделали? Там король крестовый, крестовый король, крестовый король. Класс, я бы очень хотела сделать маникюр. Три. Смотри сюда. Да. Слушайте. Сыграли в эту партию. О, боже мой. И это феноменальная игра. Это никто не ожидал. Никто не ожидал. И со всеми бубушками. Как бывает один раз в параду? Здравствуйте, уважаемые смотрители. Всех мам сегодня мы поздравляем. Да. Всем мамам сегодня мы желаем счастья, любви и успеха. И чтобы они всегда заражались смехом. От нас, мамочки. Непослушных детей. Да. От нас. Ребят, на самом деле, помните вчерашнюю вылазку? Какую вылазку? Вась Васич. Ну, когда мы выходили. На улицу? Да. Когда мы в торговый центр поехали. Где Киара? Где? Точно. Вчера было это. Так вчера Кате предложили сделать там бесплатный маникюр. Так и что? Это было при мне. Да. На самом деле, она реально согласилась, чтобы мы... За рекламу. Да, за рекламу. Представляешь? Миша Кадмар, пожалуйста. Блин, я очень хочу маникюр. Да откуда я знаю, Дёнка Кадмар? Зачем ты за ним ходишь? На самом деле, скажите, что происходит? Слушайте, я бы хотел посмотреть, что вообще вот происходило вчера. Ну, во-первых, вчера мы отлично выступили в Гулиане. В Гулиане. Правильно же этот ресторанчик? Да, в Гулиане. В Гулиане, может быть. В Гулиане. Это гульзинское кафе, я так понимаю. Это ресторан. А вы помните эту прекрасную Марину, администратор? Вот такая должна быть жена. Какая она была интересная, хорошая. Прямо на неё хотелось смотреть. Прямо... Пойдём показ. Вот если я сама могу взять? Вот сейчас о кальмарах, вы думаете, надо поговорить? Да? Да. Мы хотим сделать блюда, как в Гулиане. Жареный кальмар. Макс, кальмар тут лежит. Я не понимаю, что с ним происходит? Да он с ума сошёл просто, Макс. Он потеной. Так, по программе мы будем проходить сейчас. Проэпетировать надо всё от начала до конца. Я, кстати, вспомнила первый куплет этой песни, которую я буду петь. Она реально про мамочку. Хорошо. Хотите, я вам сейчас начну её петь? Хорошо, давай. А то вы говорили, она про... Васячка. Сложного было взять его. Он капает, он капает. Я не видел, значит. Васячка, я вспомнила первый куплет своей песни, которую сегодня будем петь. Там реально про маму. А второй потом уже всё, про саночки там всё. Вот первый куплет, слушайте. Говорила мама мне про любовь обманную. Да напрасно тратила слова. Затыкала уши, я её не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я не стен. Вот в середу полюшку повстречала полюшку. Ах, мамочка, зачем? А потом второй куплет. Давай, нормально, нормально, стили. Не гуляй с армянами. Мне Марсу не сказал. Давай, стили. Но метизы красивые получаются. На самом деле, давайте вспомним. А что интересного вчера было в нашем походе и нашей презентации? То, что мы... Игры. Реальности. Нам давали задание ещё. Нам давали задание. Помните ваш батл, когда нам... Дмитрий, спасибо огромное за это задание. Если ты нас сейчас смотришь, это было отличное задание, потому что у Максона и Юрца вчера был батл. Ну, это сложно сказать, конечно, батл. Было бы нужно посмотреть это. Эх, посмотреть бы его, ребята. Посмотреть бы. Вот на плазме-то, на этой. Как сесть на диван. Включили бы его. Зольда Кейшн включила бы. Я бы прям вот так смотрел. И наслаждался бы. Когда-нибудь случится нехорошее. Это что? Когда-нибудь случится нехорошее, уважаемые зрители. А мы вчера ещё в солярий заходили. Посмотрители поймут что. Мы зашли в солярий, но мы не успели позагорать. Если Изольда пока... В солярий? Да. Мы просто зашли и вышли. А ещё там были очень классные. А когда ты обувь хотел... Ой, не надо об этом. Я хочу с собой смотреть. Я хочу с собой смотреть. Вот эти туфельки, которые там были. Я прям вот так оттуда выходила. Давайте бойкот Изольде Кац. Сядем все на стол и будем ждать, пока она включит. Да нет, ну что ждать-то? Зачем ждать? У нас много дел. Конечно, у меня нет никаких дел. Балкутся. А как цепь сегодня к одни матери? Ты что? Лоботряс. Флешмоб, ты... Пожалуйста, не зли меня. Ладно. А тебе задание такое ждали? Да тихо, тихо, тихо. Слушай, Юрец, тебе пришло задание какое-то? Что? Задание тебе пришло какое-то? Я тебя не слышу. Что? Тебе пришло задание какое-то? Задание тебе пришло? А, да, пришло задание. А где ты пришла? Слушай, Ксю, а ты умеешь обращаться к людям, да? Обращать на них внимание. Ребят, серьезно, где нож? А где ты будешь брать сухие листья? Где нож? Задание для Юрца. Юрбан. Значит, делать комплименты, читать стихи, песни, танцевать, создавать букеты из сухих листьев и дарить всем мамам на улице. Спасибо, Ася, большое. Сегодня будет сделано. Подготовка, подготовка сейчас. К чему-то подготовимся мы? Я сейчас готовлю тебя. Раз, два, три. Все, пошли. Пойдем, порассказываем, скажем, что в течение 20 минут там будет жесть наша происходить. Пусть они подтягиваются все. И уже идут, попробуем. Итак, мы сейчас идем в каком-то... Вы можете набугали? Все хорошо. Подходите сейчас на второй этаж. Будет очень весело. Вы можете управлять... Да, будем вас ждать. Вы можете управлять нами, людьми. Это Игры Реальности. Новое реалити-шоу. На втором этаже вы можете давать любые задания, а мы их исполним. Приходите. Берите с собой знакомых. Берите с собой кого угодно. Приходите. Мы вас будем ждать. Здрасте. Это у нас уникальное шоу. Новые Игры Реальности. Вы можете нам дать задание, а мы будем выполнять любое. Прямо здесь, прямо сейчас. Какое задание? Я могу помочь вам пакет донести. Берите с собой. Сделать для вас уроки. Какую песню? Любую. Какую? Любую. А любви? Давайте. Я не лягу под ноги к тебе никогда. Вот так раненым в сердце тобой буду страдать. Я не знаю, что у тебя на уме. Я не лягу под ноги к тебе не хочу. За дикую радость, что даже мне не представляю, чем расплачусь. О, спасибо. Игры Реальности. Правда, у нас соу. Подписывайтесь там, ищите. Спасибо. Да, и участвуйте. Давайте нам задание, мы их будем выполнять. Игры Реальности. Здрасте. Короче, я попал в какой-то лютый ресторанчик. Вот. Да. А у вас можно дать концерт? Концерт-то я не знаю. Есть гитара. Есть гитара у вас. А ты где ваш администратор? Можно его припасить? Давайте. Всем приятного аппетита. Хорошего настроения. Будьте счастливы. Можете писать свои задания. Их оплачивать. И мы будем выполнять любое задание, которое вы хотите. Если, допустим, вы сидите дома, и вам нужна пицца. Мы можем вас развлечь. Да. Да, спасибо. Да. Мамочка, Татьяна, поздравляем тебя. А ну-ка, подержите, сейчас вы меня. И здоровья, счастья, радости. Мамочка, тебе, чтобы ты была здоровой и всегда была. Обесилие. Вы, якурия, это все такое полное говно. Ух ты. Он меня не знает. А что ты можешь так говорить, если ты не знаешь, что тебе еще встретить? Йоу, чувак меня только что унили. Что, второй раунд? Второй раунд. Второй раунд. Второй раунд. Говорите громче. Итак, давайте, говорите громче. Второй раунд. Мы бегаем здесь и все думают, что за странные люди. Каких-то футболков белых, с какими-то камерами. Вот не люди. А мы выполняем задания и боремся за наше наследство. И Максим почему-то ко мне относится плохо с детства. Он вроде бы мой старший брат, должен был быть со мной. Но я все время был один. Вот это отстой. Одиночество реально грустно. А ты бы мог быть со мной. Но теперь все очень хорошо. И у меня в душе не пусто. Потому что, брат, я с тобой. Может скинемся, Ксю, на обувь какую-нибудь? Хотелось бы, да, на ботиночки мне. Сколько стоит? У-у-у, 14600. Так, выходим, выходим, Ксю. Пойдем в смешные цены и купим тебе туфли за 700 рублей. За 700 рублей. Мы к вам приехали. Заехали на час. Привет, бонжур, хеллоу. Эй, а ну скидь. Скорей любите нас. Вам крупно повезло. Чи-чи-чи-чи. Ну-ка, все вместе. Эй, 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 эй. Уши развести. Эй, 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 эй. Лучше по-хорошему. Хлопайте в ладошки. У тебя прическа похожа на игрушки-пружинка. Вот это. Видно, как у дружки. О, о, смотри, ничего происходит. Ой, 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 ой. Что там, ребята? Это мы только начали. Да, да, мы только приехали. Все, мы пошли. О, ты напугал девушку. Я ее не напугал, я сказал. Это забавишь всех, да? Конечно. Да, будем вас ждать. Можете управлять нами. Да, ты напуганной дел. Она такая нервная. Я сказал, что придет. С втором этаже вы можете давать любые задания, а мы их исполним. Приходите, берите с собой знакомых. Берите с собой кого-то. Кошель, собака. Мы вас будем ждать. Здрасте. Это у нас уникальное шоу. О, вот это дала. Дала песню. Вау! Милан, Милан, иди сюда. Глянь, какое как вечер. Мы вчера провели время. Милан. Милана. Сейчас он будет песню петь. Это когда ты начал петь, да? Помнишь, что вчерашний день? Это самое первое задание. Раненым в сердце тобой будем страдать. Смотрите, она рада. О, классная вот эта. Нет, в футболке классно смотрят. Не представляю. Хорошо, как. Расплочусь. Ты красавелла, слышишь? Ой, вот там я увидела сережечки. Смотрите, Ксю Игорь реально. Да, я хочу... О, вот это гулиане. А вот мы и гулиане зашли, да. Да, гулиане попал в какой-то лютый ресторанчик. О, как можно дать концерт? Так, будем в центре Тиара есть. Что она сказала? Дать концерт можно? Да, мы зажгли от души. Они все не ожидали. Приятного аппетита. Хорошего настроения. Там очень уютно. О, это Вась Васич. И мы оплачивать, и мы будем выполнять любое занятие. Но они не поняли, что к чему. Если, допустим, вы сидите дома, и вам нужно пить. У вас развлечь. Что у Макса невероятный талант вступать в сам... О, вот сейчас будет... Вот так вот! А это что такое? Это... Как вам? Это Russian присядка. Почему Вась-Вась в шоке? А, вот этот знак, то, что я показал? Да ладно. А это поздравляли. Здоровья, счастья, рады. Ой, мы завидели. Желаем. Чтобы ты была здоровой и всегда... А, напоминаю, ребят, если вы забыли, девочка отмечала свой... О, мы рэп читаем. А вот рэп батл. Не девочка, а мама. Мама, Татьяна, да. А вот Дмитрий, который дал задание. Смотрите, как он веселится от того, что... Он снимал на телефон все. Дима, снимай на телефон. Вон он, бежит. Так, это батл. Мы бегаем здесь, и все думаю, что за странные люди. В каких-то футболках белых, с какими-то камерами. Класс-ты рэп. Мы не люди. А мы выполняем задание. И боремся за наше наследство. И Максим почему-то ко мне относится плохо с детства. Он вроде бы мой старший брат должен был быть со мной. Это супер-рэп просто. Одиночество реально грустно. А ты мог быть со мной. Но теперь все очень хорошо. Сейчас Макс будет читать рэп твой. Гениальнее. Я уже читал. О, да, да. Вот эти туфельки. Ботиночки. А у нас есть чем скидываться. Ну да. 400 сарей не стоит. Пойдем в смешные цены. И мы будем тебе туфли за 700 рублей. Я не хочу спросить. Вы к вам приехали на час. А это мы твою песенку. Привет, конжур, хеллоу. Эй, а ну скорее любите нас. Вам крупно повезло. Ну-ка все вместе. Пам-па-па-па-пам. Ну-ка все вместе. Пам-па-па-пам. Чуть по-хорошему хлопайте в ладоши нам. Круто. В принципе так-то здесь было. Вообще здорово. Да, да, согласен. Весело. Нет. Слушайте. Ричард, помните, вот вчера даже мы думали, что все плохо. Ну так выглядело, да? Выглядит гораздо неплохо. Даже футболки наши выглядят стильно. Кальмаром пахнет. Это кальмар. Слушайте, ну вот в Гулиане там еще было всяких штутик прикольных много. Ну естественно. Ну что об этом говорить? Зачем об этом говорить? Нет, она имеет в виду про ресторан. Там прикольно было. Туда можно приехать, посидеть, понимаете? Ты правильно говоришь? Да. А, ну вот, да. В общем, у нас добраться в этот ресторан. Конечно. Мы бы с удовольствием, а если нас смотрит администратор Марина ресторана Гулиане, мы бы с удовольствием приехали, подготовились бы по крупничку вообще, сделали бы все шоколадное и устроили бы вам концертную программу аж на целый час. Тем более у вас теперь есть гитара. И юрец. А, микрофона нет, у них можно только со своим микрофоном. Единственное, что нам надо, это комбик и микрофон. Вот, а маленький комбик. Ну комбик, это такая маленькая колонка, которая подключается к гитаре. Так нам же дали колонку. Колонка, да. Это подключать, чтобы музыка, а еще нам комп нужен, чтобы микрофон в него говорить. А мне так захотелось, эти ботиночки, которые там были в этом магазине. Смотри, смешные цены, Ксюша, смешные цены. Да, какие смешные цены, я не хочу смешные цены. Ты можешь за 14 тысяч купить себе 15 пар за 700 рублей. Я хочу ботиночки, которые там были. И они точно года за два не испортятся. Понимаешь, в чем бизнес, вигода. А сегодня, а сегодня что мы будем делать? А сегодня у нас концертка, а дню мамочек. А, подождите, мы же еще не узнали голосование. Надо же узнать, где мы будем. Слушайте, у меня пришла идея утром. Может быть, мы вообще в метро где-нибудь заборемся. Так, пожалуйста, не стой около моих ботинок. Давайте, ребят, я сейчас озвучу, что у нас по концертным, в концерте, что у нас по номерам. Итак, ребятушки, вы готовы? Мы готовы. Миланушка, слушай внимательно, потому что... Он все равно идет к моим ботинкам. Значит, сегодня в концертной программе у нас будет стих для мамы от Вас Васича. Это первый номер пойдет. Потом гранитный камушек песни Юрца и Катерины. Слушайте, а гранитный камушек обязательно? Слушайте, может... Под вопросом, я вчера спрашиваю, Вася, ничего страшного. Планы могут меняться. Под вопросом, потому что песня глусная. Не факт, что в праздник подойдет, в ситуации будем ориентироваться. Если ты зачитаешь свой стих, а потом Юрец споет свою песню про маму... Мы же решили вчера. Тихо-тихо-тихо, говорите. Заткнись. Смотри, ты зачитаешь свой стих, но споешь свою песню. И тогда это будет как бы два хита сразу. А потом уже можно гранитный камушек. А то после твоего стиха... Согласен, согласен. Вот так оставляем. Значит, сейчас... Да. Здравствуйте. Почему будем не привлечать внимание к стихе чем-то ловчим? Когда ты будешь читать стих, который лучше, чтобы уже все слушали, получается, если это в начале программы, то вы только привлекаете зрителей. А подожди, я еще не сказал. Так мы не сказали привлекать. Дело в том, что Максим у нас раздевается галушом, пробегает по всей площади. Как нет, ты же вчера сказал, что... Расскажи мне. Распугивай всех. В начале, потому что я буду ведущим, в начале я расскажу у нас о всех. Кто мы, что мы, каждого представлю. Ну, то есть, это будет такое общее... И ладно, мы решили, что когда у нас будут приходить такие задания, мы будем каждый по очереди быть ведущим. Сейчас... Вась Васич... Я имею в виду именно саму вот вашу, как он называется, концерт. Но это просто, возможно... Да слушай, сейчас я понял тебя, о чем ты. Допустим, стих для мамы, потом идет тогда песня мамы от Юрца. Юрца, да. Затем танец Макса. О, да, это хорошо. Потом гранитный камушек. Потом Ах, мамочка на саночках от Катерины. Мне кажется... Затем общий танец, который мы делали вчера, помнишь? И потом наш гимн. То есть, общий будет... Слушайте, а мне кажется, вот гранитный камушек, он как бельмо какое-то. Я вчера два раза спрашивал, Катя, точно он нужен? Да почему нет? Да, Катя просто хотела спеть песню, потому что она любит петь. Может быть, гранитный камушек вообще оставила для десерта? Согласен, согласен. Давайте его уберем. Зная Катерину, зная всех вас, я бы вам посоветовала. Да. Прогласила. Естественно, мы никогда... Что? Первым номером мамочку на саночках. А потом стих, авторская песня мама, и что у вас идет дальше? Чтобы привлечь внимание. Ты имеешь в виду, что это товарищ народ, внимание, веселым, да? Катерина-то может вы сделать. Ну да. Это только лишь предложение. Милана, знаешь что? Я могу с тобой сейчас поспорить на эту тему, потому что... Ну мне кажется, не нужно это вводить. Ну вот зачем она будет привлекать внимание, вот это ходить, вот это вот. Давайте сразу просто, без привлечения внимания. Чем быстрее сделаем, тем быстрее... Просто я к чему говорю? Песням... Я поняла твою мыслью, брата. Ладно. Песня, стих, которые как бы, ну хочется внимания к ним. А вы хотите с них начать, когда люди будут только проходя, слушать обаше внимание. Подожди, может найдем способ привлечь внимание? А может мы просто, да, может мы будем по ситуации смотреть? Если там уже будут люди, мы начнем со стиха. Если людей не будет, то мы начнем с какой-то веселой песни. Алия, мы как выяснили, она обладает чем-то. Мы можем ее поджечь и запустить, чтобы она бежала. Я боюсь, что она после этого подождет всех вас. Подождет. Подождет, да, нам не надо такого. Нет, я не боюсь, я подожду. А может быть тогда я... Чем-то обладает, вот это вот, мне нравятся таинственные слова. Чем-то. Я могу встать в середине парка или Воробьевых гор и кричать. Так мы еще не знаем, где мы. Срочно все подошли сюда, очень срочно. У меня есть кое-что для всех землян. Кое-что? А еще знаешь, если ты будешь в плаще и в шляпе, то тем более я к тебе просто все подойдут. Нет, не что, мы встречаем просто. Поздравляем всех мамочек с днем матери. Нет, мы просто ставим... Нежелательно, чтобы вы все подошли сюда сегодня. Я кое-что покажу. Я вам кое-что покажу, и не только я. У меня еще козырек Макс безумный. Ну ладно, если посерьезно, надо привлечь внимание. А я просто слышу. А я и думаю, что с вами. Ну а как привлекать внимание? Сюда кричат, там эхээээээ. Ну как ты привлекала внимание Эдика? Как? Как-то скучно мне. А что не так? Мне кажется, нужно просто кричать. Мне кажется, к нам никто не прийдет. Внимание! Не проходите мимо! Только сейчас и здесь для вас будет концерт от нас, от реальных участников реалити-шоу, игры реальности. Не проходите мимо! Для вас мы покажем от всей души самое лучшее, что мы умеем. Не проходите мимо! Подходите, все для вас! Все для вас! Подходите! Праздник для мам! Каждая мамочка будет осчастливлена! Поцелуем от Юрца! Поцелуем от Юрца! Мамочки, поздравляем вас с праздником! Будьте любимы и счастливы! Ла-лай-лай! Ла-лай-лай! Давайте теперь это просто праздничном порядке! Вот так! И тогда мы привлечем очень много внимания! Вот так, если вы будете бегать по парку и кричать! А-а-а! Нет, я не знаю, что мы будем привлекать внимание, если будем так идти говорить! Постой! Паровоз! Не стучите колеса! Кондуктор! Нажми на тормоза! Я к мамочке родной, больной и голодной, спешу показаться на глазах! Нет, я предлагаю... Я к мамочке родной, больной и голодной, спешу показаться на глазах! Что ты говоришь, Лыстик? Чё пушево? Я помогаю тебе! Отошел от меня! Я предлагаю быть всем в черных плащах, в латексных таких и делах! Чёрный плащ, только свистни, он боится! Чёрный плащ, а ну-ка, отвезда! Да мы привлечем как-нибудь внимание! Победитель тёмных... Самое главное, самое главное, что у нас есть офигенная программа! А внимание мы по-любому привлечем! Мы можем кричать, петь, зазывать, в конце концов, раздеться и пройтись по площади голышом, чтобы народ привлечь и чтобы он пришёл к нам! И таким образом мы поздравим мам с праздником! В качестве бреда, я это говорю! Все фанатки Южда, приходите посмотреть, как он будет пробегать голышом! Тан-тан-тан! Да разные способы, привлечём внимание уж как! Самое главное, мне кажется, сейчас отрепетировать программку нашу! О, парк Горького победили! Уи-хи-хи-хи-хи-хи! Парк Горького! Таран-таран-таран-таран-таран! А, простите, подождите, ещё осталось время! Мне кажется, ничего не изменится! А что, ничего не завершилось? Нет! Нет, 24 минуты осталось! Я думал, уже ничего не изменится! А куда 1% делся? Почему есть 8%? А почему? А куда провал? Уважаемые смотрители, спасибо за то, что вы нас смотрите! За то, что вы голосуете! И реально хотите с нами встретиться! Сегодня в парке Горького пока излезирует у нас! Мы очень рады будем видеть вас в парке Горького! Да, ребята, а на чём мы только добираться туда будем? Да... Слушайте, а как мы доберёмся туда вообще? Я... Может, пешком? Я предлагаю собраться на оленях! Так, короче, базар закрыли! Сейчас мы будем делать программу! Базар закрыли! Хорошо! Он стал крутым! Он стал крутым! Он стал крутым! О, сегодня в 4! Репетировать нужно сейчас! Ровного не было! Сегодня? Ровно в 16.00! В парке культуры и отдыха имени Максима Горького, город Москва, состоится концерт! А можно... От игр реальности мы будем там! Концерт флешмоб-ф! Потому что мы... Это задание выполнять! Или флешмоб это наш! Короче, обязательно надо практически облудить перед выходом! По-любому! А можно... Будет выполнено задание для Юрца! Делать комплименты! Читать стихи! Петь песни! Танцевать! Создавать букеты из сухих листьев! Дарить всем мамам на улице! Сегодня будет бомба! Просто приходите! Попозарить! Общаемся! Повеселимся! Будет круто! Расскажем анекдоты! А можно попросить? Где они будут приходить? Из сухих листьев! Парк Горького же большой! О! Задание! Вась! Вася будет сегодня читать твое стихотворение! Он уже его придумал! Я придумал! Ты, короче, сегодня ложкомойником будешь после кишкоблудства! Понял? Васич, кушай! Ты же не современный должен быть! Йоу! Вася! Короче! Йурец! Иди сюда! Йурец обижен! Йурец! Сюда иди! На обиженных воду возят! А на глупых кирпичей! Сюда иди! А на что она обижена? Слушай! А ты сейчас будешь читать твое стихотворение? Йурец! Мне нужно, короче, чтобы ты сейчас дал биток! Биток! Поехали! Я кое-что перед стихом, перед стихом хочу зачитать! Ну вот как лучше меня! Зачитать! Да! Мне нужен биток! Биток! Да! Чтобы ты сделал вот этот бит! Бит! Поехали! Сейчас! Внимание! Внимание всем! Катерина! Все! Макс! Стой здесь! Макс! Зачем будешь здесь стоять? Я не вижу! Макс! Стой здесь! Я буду сейчас Максу в ухо говорить, а он как громкоговоритель будет бит переводить! Это не получится! Зачем? Ладно! Давай! Йоу! Ага! 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 Не трогай! Ага! 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 Игра не кончается и я не томагочи Мне вроде бы понятно, а вроде бы не очень Я наследник своей бабушки, а не томагочи Я наследник своей бабушки, а не томагочи Круто, Васич, я не томогучий, я тоже с этим согласна, что же мной управляют, как марионетка Хватит ходить около моих ботинок, я еще раз вам повторяю Это было круто Леечка, подвинься Я не томогучий Вася, Владимир, учинил классно А теперь стих А ты будешь читать этот рэп? Нет, это я просто сегодня для затравки Не, не будешь Или будешь Будешь, Васич? Будешь или не будешь? Конечно нет, это день матери Мы его запишем, этот трек, да? Итак, ребят, вы первые, кто это услышите Так ты, может, половинку зачитаешь? Хочешь, я тебе подыграю? Нет, потом мы, возможно, берем мелодию А сейчас мне надо прочитать Для фона Ну, давай, давай, ладно, все Открыв глаза в этот новый мир, ты взглядом ее встречаешь И в теплых, нежных, женских руках любовь ее получаешь Так дни проходят за днями Ты плачешь, смеешься, мечтаешь Бывает, злишься местами, но все равно любовь ее получаешь Она заберет из детсада, портфель твой на блече набросит И скажет Сынок, с тобой мама, когда тебя девушка бросит В армейку пришлет передачку На свадьбе обнимет жену И выпьет за счастье обоих рюмочки водки Да не одну И где-то на красной горбатке В старой домашней пижаме Ты счастлив, приехав к любимой, родной и единственной маме Это хорошо, это вообще бомба Хорош стихотворение Хорош прям, капец Все, тогда концерт чуть не удастся Это очень круто Я предлагаю закончить с тобой Поэт переживал Почему он может два раза его прочитать? Ой, я предлагаю тобой начать, с тобой закончить Поскольку вы будете в парке, это да Давай, теперь ты поешь свою песню Что дальше у нас? Ты поешь свою песню Васич, а я после тебя буду петь? Да Я теперь не знаю Нет, лучше нет Оно у тебя очень трогательное Пусть оно задает ритм Давайте танец Макса После этого что-нибудь надо Нельзя постоянно, мне кажется, в какой-то легкой грустинке идти Согласен А что после стихотворения? Это грустный плево Давайте обсудим еще раз Потому что мне точно нужно знать список номеров Значит, гранитный камушек мы убрали вообще, правильно? Ну, пока что да А почему пока что? Давайте его уберем Ну, давайте А может быть сейчас будет Макс танцевать? Значит, первое Первое что? Первый стих Да Второе что? Что-то надо разбавить Что там еще есть? Танец Макса Песня Мама от Юрца Ах мамочка на саночке Может быть Смотри, смотри Может быть Танец Макса Потом Песня Катерина Ах мамочка Потом опять можно грустинку Ну, после танца Макса Давайте Давайте Изольда Кат вчера вечером Я попросил ее Короче Так Давай, Юра, давай песню про маму давай Репетируем Сейчас Слишком много Чего? Грусти Хотя Нет Этирический концерт Безусловно Любовью пылает Постоянно бывает с тобой Зачастую ночами рыдает Утешая себя мольбой Бесконечные думы о чаде Он же кровушка плоть моя Если вдруг с ним случится несчастье Это будет моя вина Мама Мама Звезды подарю Мама Мама Врага за тебя убью Мама Мама За меня не бойся Мама Мама Прошу Успокойся Крылья Крылья мои Распахнулись Я лечу сквозь эфир за мечтой Мама Мама Улыбнулась На душе У меня Покой Все Со мной Будет Бывало Ангел Хранитель Со мной Ведь не зря Свою жизнь Давала Мама 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 Я за спиной И со мной Мама 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 Будешь мной гордиться Мама 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 Я лечу как птица Мама 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 Я любовь свою нашел Мама 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 Рад что в этот мир я пришел Мама Пам Круто! Уважаемые смотрители, все эти песни лирические, веселые, самые зажигательные и грустные Вы сможете увидеть сегодня в 16.00 в парке культуры и отдыха имени Горького города Москвы Именно мы, участники нового реалити-шоу о игре реальности, покажем вам самые лучшие свои номера Приходите, мы ждем вас! И это еще не все, Катя, абсолютно права, все, что сказала, круто! Мы будем там еще кое-что делать, еще танцевать будем и кое-что еще споем И вообще поговорим со всеми вообще о жизни, о играх реальности, о любви И вообще мы сегодня фиг знает, как будет добираться, но, видимо, общественным транспортом дарить листовки Надо реально покубатурить, как мы будем многие делать Общественным транспортом? Ну да Давайте машину ловить! А я могу тоже Как мы можем тачку поймать? Кстати, да, мы можем поймать тачку и чуваку спеть Помнишь, как в тот раз, когда мы на работу поехали? Ну да, я думаю, никто криво не насадит, если мы сделаем нормально Я? Что это делает? Криво не насадит Что это значит? Ну это, наверное, смотри, насадите, о! Там тамагочи были только что Да, я видел Тамагочи! Знаете, я на самом деле всегда мечтал о томагочи маленьком Но меня почему-то реально это обходило У меня был Тетрис, Бензи, Сони Плейстейшн, у меня был компьютер А вот томагочи реально не было Получается, ты Это волк, что ли? Да А у кого-то размазывает по асфальту Тамагочи, видимо А куда? Знаете? Загадка Великая загадка 91% за пар Горького, 8% за Воробьева горы Вопрос Куда делся 1%? Он сомневается Где 1%? Он то там, то тут Это в процессе не дошло Значит, он сейчас голосует Нету 1% где он? Не, вы знаете, мне кажется Мне кажется, это сомневающийся человек Он все время не знает, на что нажать Он нажимает сначала на пар Горького, а потом на Воробьева горы Интересно, интересно Это, наверное, новальная оппозиция Что, что происходит? Да, я могу Так Слушайте, а мы, получается Нет, а что тебе не нравится? Тамагочи, Вась-Вась? Я бы его записал прям вообще Ведь сейчас Хорошо Я все забыла уже Все, что хотела сказать Давайте танец наш отрепетируем Ребят, танец уже забыли Все есть Как что забывать все равно Ребят, давайте танец Я вот вчера как-то репетировал Еще ни разу про него не прошу Давайте танец Давайте танец Поехали А я могу сказать грустный плюс Итак, прошу прощения Что мы сейчас сделали? Васич прочитал стих Макс Давайте сейчас тогда Ладно, Макс танцует уже Катерина эту песню споет Нет, ну а что? А я могу это А мы разработали идею Васич написал все на листочке Нет, ну не на ком На красивом Мне кажется Мне кажется У нас Я написал все на листочке Всю концертную программу Нет, пусть так будет Вообще незаметно Нормально Так и делается, кстати Нет, подождите Нет, может быть у нас будет как бы листовочка Мы будем ее расставать А на обратной стороне Наша концертная программа Отлично Да зачем? Это лишние заморочечки Ну хорошо Ладно, что дальше у нас? Сейчас танец, да, делаем общий? Да, давайте Ребят, подождите Давайте выдохнем чуть-чуть Сейчас Васич прочитал стих После стиха Максон станцевал бы Я бы Катерина Да, Васич, Катерина Потом Потом я пою песню эту Потом мы танцуем Общий танец Сейчас можем общий танец, да, делать? Уже давно определили Зачем мне кать-то надо было А, прикольно Так, давайте общий танец Сексуально Изольда Кац Очень приятно А что, ну неплохо в темноте быть Мне нравится Танцуй в темноте Это танцы в темноте Ну вот Они закончились очень быстро Темнота всегда решает Давайте танец Я уже готовы Я уже готов Я замер Ребят, погнали Репетиция танца нашего Встаем Пам-парам-пам Пам-пам Скажите мне Давай Три-два-один Шум 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 И по точкам расходимся. Юрец, а Юрец танцует. Безумный Макс. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Она спортивная красота, бровей Такой день не подкатишь, гоп, если колонг-кулек Тут тысячи карат, и не спасет твой кошелек Не знаю, куда приведут эти пути Но мы здесь собрались, у нас у всех один мотив Добраться до вершины и построить свой дворец Доброго времени суток меня зовут Юрец Мы оказались в доме у нее Она в родительнице храпа твоего Она ключи подарит от любых дверей Беги в ее объятия, беги скорей Она в родительнице храпа твоего Она в родительнице храпа твоего Она ключи подарит от любых дверей Беги в ее объятия, беги скорей А потом мы можем сказать, что если вы не знаете, кто как хранительница То вы можете зайти на сайт и посмотреть Вот так мы можем аккуратненько танцевать Немножечко потом остановиться все вместе И закончить игры реальности Да, если вы хотите посмотреть на хранительность нашего дома И заходить на свои игры реальности Слышь, пацан, Андрея, главное, чтобы очко на минус не заиграло у нас Это что значит? В смысле не бояться В печи все, что вам не хватает для хорошего концерта С вами чудесное настроение и талант Уверена, вы справитесь Ой, спасибо, Изоль-то Акач Пойдемте вперед Эти волки меня реально достали Может у нас волки перегрызают кабели Юрец Юрец, дай бит Давайте посмотрим, как в печи Сколько это, ребята? Вот это прикол Нихера себе Ребята Вот это прикол Тихо, тихо, тихо Охренеть, ребята Вот это реально греф-ягрев Отмечаем Охренеть Нам пришли камеры смотрите нам пришли камеры камеры пришли вот такие вот гоупрошки офигенные нам пришло куча флайеров наших сегодняшних у нас еще одна здесь камера представляете мы сегодня будем просто бомбить вот смотрите смотрите если бы например наш флайер давал какую-нибудь скидку подгони подгони сюда телефончик дай гляньте что-то отмечаю это же бомба мы можем делать шикарные видосы я так понимаю он как это работает я не понимаю смотрите что-то мы будем ставить все у нас в отмечении приходите в отмечении смотрите ах ты умеет этим управлять не знаю можно ты умеешь давай разберемся потом да 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 отлично и что moet что мы bacteri а что телефон давайте что сделаем когда вообще ничего не да очень ему рада что мы第三 муху и Я хочу в инстаграм. У меня только музыка работает. Слушайте. Остальное не открывается. Подождите. Охренеть просто. Охренеть. Слушайте. А давайте снимать нахрен. Что мы вообще. Вот прям с самого выхода из дома. И прям как это происходит. Да, давайте. Смотри, короче, у нас есть вот такая штука. Смотри, она записывает. Видим. Попозже чуть-чуть разберемся, как это делается. Ну-ка, дай я гляну, что за потеха. Вася, Вася, осторожно, пожалуйста. Нормально все. Осторожней. Короче, мы выходим из дома сегодня. И прям записываем наш путь. Всю нашу дорогу до парка Горького. Да? Прикольно будет. Всякие приколюхи можем снимать там, понимаешь? Если кого-нибудь отжать, например, что-нибудь хочешь, можем это снять. И будет прикольно. Слушайте, а давайте... А давайте... Наконец-то наводить. Это реально живонима. Давайте на каком-нибудь флайере напишем, что какая-нибудь скидка на задание, например. И кому это попадется. Короче, все флайеры... Ну, это надо с Эзоль де Кац поговорить. Ну да, блин, классные флайеры. А так будет классно. Кажется, захочет получить флайеры и быть особенным вообще-то. Укусики. Что за приблуды? Макс, покажи. Вот, GoPro. Видишь, это... Ты расскажи об этой приблуде нормально туда, в эту беремениту. Охренеть. Смотрите, что у нас есть. Представляете? Макс, он, покажи. Вот, смотрите, это GoPro камера. То есть она снимает... Все будет поснимать происходящее. Что? Можно подключиться в колонке? Да, сейчас. Вот здесь слот для карты памяти есть. Лия, сейчас не нервируй меня. Лия. Вон, Ксю, попроси. Колонка на верху. Ты видишь, мы заняты. Вот, и у нас, смотрите, такие камеры... Я не знаю. Да, я не знаю. Слушай, смотри, чем отличается? Вот, смотри, вот это предыдущая, она как-то более старая. Не рвать не наводи. Вот это старая. Да, здесь разрешение... Мне нужна колонка. Видишь? А, экран больше будет. Лучше качество будет. Сразу подходи к качеству. Да, и видно будет лучше. Понимаешь? А, здесь как-то более старая. Да, она хоть колонка. Здесь с ними можем снимать просто? Конечно, можем. А я-то откуда я не могу узнать. Смотри, здесь включается, смотри, видишь? Ну, зум больше, да, вот это оптический. Да просто включим музыку, который снимает, да? Ну да, то есть происходящий. То есть, объектив, объектив. Объектив. Вот, смотри, да, то есть объектив, да. Вот здесь больше, видишь, объектив. А здесь меньше он идет. Вот. Тихо, тихо, ну смотри. Вот, и здесь, конечно, гораздо лучше будет, понимаешь? А здесь, давай. Давай, офигенно. Итак, я хочу сказать, напомнить всем смотрителям, что именно сегодня, в 16.00, в парке культуры отдыха Миньборького города Москвы, мы ждем вас на нашем праздничном концерте. Мы, участники нового реалити-шоу, самого уникального, аналогов которого нет в мире, мы вас ждем в парке культуры на нашем концерте ко Дню Матери. А также вас ждут сюрпризы и наш флэшмоб. Дай мне. Так, все отлично, короче, мы полностью заряжены. Да, мы обгрейдились полностью. Да, прокачались. Обгрейдились, прокачались, у нас куча техники. Мы сейчас будем делать это круто, весело. Я возьму с собой гитару и посмотрю. Абайсу шла и вы спи-сбайсу. Это так надо, да? Дайте мне сказать, пожалуйста, что вы делаете-то все, я не понимаю, куда вы все рассыпались. Я слышу. Короче, круто что-нибудь, не знаю, что с ребятами, я хочу идти зажигать туда, серьезно. Вообще, у нас куча флайеров, камеры, у нас тут тексты песен, просто хочется, чтобы это было круто. Мы прям выйдем и с первого шага будем все снимать. Короче, сейчас встаем на лыжи и прям, я не знаю, как мы это сделаем, но нам по-любому придется, как бы, я понимаю, так ты чулу какую-то искать, эти колеса. Или как, или как мы доберемся. У нас лавыка какая-то есть вообще? Слушайте, а может какой-то смотритель хочет за нами приехать, и мы будем, он попадет в наш объектив и захочет, как вам? Слушайте, может быть он захочет нас довезти до парка Горького, или вообще хотя бы, докуда-нибудь для нас. Уважаемые смотрители, кто желает нас подвезти до парка Горького, оставляйте, пожалуйста, заявки на нашем сайте, мы их все рассмотрим. Нам нужна большая тачка только, ребят, или две. Спасибо большое, пишите нам в чат, оставляйте заявки, и думаю, вы с нами свяжетесь, заберете нас. Нет, все-все, они поняли, нам нужно две тачки или одна тачка большая, ребят. Давайте мы с вами ехать в прямом эфире, и вы прославитесь на всю страну, может быть вы Яндекс.Такси? Вы будете самым крутым Яндекс.Такси в прямом эфире, на весь мир. Да, представляете, сейчас Яндекс.Такси подъезжает, и мы как раз его снимаем, как он подъезжает, и потом показываем все. Я в кальмарчик попробую, нет, я не снимаю. Хорошо, итак, я бы хотела, чтобы приехал какой-нибудь Мерседес за мной, черный, так, Глендваген, запроски свои утихалийте. О, Гелик нормально отвечает, Гелик это всегда хорошо. Ну а что? Гелик какая-то, две, две тачки. Наверное, пацанская машина Гелик. Гелик пацанская? Конечно, и что, мне кажется, в Гелике масоны ездят только. Кто? Кто? Масоны. Что за масоны? Ну, эти, как его, масоны. Ой, а ты что выроешь? Что ты тележишь, я не понимаю? Ну смотри, вот есть феня у тебя, да, вот там, эти, тележишь, туда-сюда, кубатурить, и вся, кишка блудить, и ложкомоить, и все такое. Садить на кукан. Это не ко мне, Василий. Да я понял так. Да, есть масоны, они, короче, миром, короче, правят, вот. А вот, ну, такие есть существа, или непонятно, кто они. Это животные, что ли, я не понимаю? Да они животные, это люди, только которые правят миром. Подождите, а как если... Подождите, а если... А если кто-то захочет нас как-то подвезти, как они нас найдут? Короче, давайте похаваем сейчас все. Ну хорошо, сейчас и рис варится, хорошо. Да, давайте поедим. Потому что хорварчик-то очень мало. Итак, все, кто собираются с нами сегодня быть в парке Горького, мы рекомендуем вам сейчас пообедать. Катюш, что там такое? Интересно, ты можешь сказать? Катюш, ты расстроилась? Нет, я расстроилась, что наши поклонники, конечно, к нам не пришли. Ну, мало там было, да. А сегодня, может быть, сегодня придут наши поклонники к нам в парк Горького. Так надо, чтобы я попал в твой бит. Может, какие-то новые придут. Тогда поезд из языка, допиши, вот это делай. И сегодня, я думаю, Вова... Там? Да. Сегодня я... А мы готовим кальмарчик от Тимофея, от нашего героя, нашего одного из них. Воскресного дня. Очень приятно, Тимофея, еще раз, мы тебя помним, не забываем, спасибо тебе за все. Кальмарчик, сейчас буду тушить в сметанке. Пупсы, мы рекомендуем вам сейчас пообедать, тепло одеться и выезжать в парк Горького уже, да? Или не выезжать, во сколько? Ну, чтобы вы были там к четырем, мы не знаем, где вы живете. Поэтому давайте быстрее уже обедайте, собирайтесь и встречайтесь с нами. Будем веселиться. Будем веселиться. Получается, мы где-то... Не таких ругаться, только веселиться. Это нам через полчаса выходить надо. Да, сейчас мы пообедаем и пойдем уже. Я пойду собираться. У меня голова мокла. Давай, скорее собирайся. Пупсы, а вы что-то... Ребята, может попозже свалим чуть-чуть, давайте поедим, соберемся. Да нет, поесть, конечно, надо, как бы, по-пишкоблудить по-любому, если мы не... Как вы... Мужки, как мы, как мы, как мы... Ну, Катюш, сколько осталось? Сейчас я хочу... Да, надо восстановить, надо поесть обязательно, надо выбраться на весь день, идем, у нас нет денег, ничего. По-любому, надо по-любому похавать. Так сейчас Катя приготовит, чтобы не... Все тогда, не, когда, когда, знаешь, пустой желудок, нервоз, он на нервике постоянно, понимаешь, постоянно на нервике, когда... Так, подождите, вам же нужно надеть футболки, все. А что есть такая, да? Алесики. Ну вот я хочу принести, если я надеть. Принести? Нету? Сейчас посмотрим. Если есть, то принеси, конечно. Алесики, вам же нужно... Как нас узнают тогда? Нас же узнают по футболкам? Я буду в шубке. Я буду в шубке и в футболке, так что и буду петь. Они нас, конечно, узнают. Да. Вот моя сметана. Это Антон Ханченко мне прислал. Или тебе. А что, не надо? Я не знаю, как. Сейчас попробую оставлять. Слушай, нормально, она чуть-чуть другая. В парке культуры отдыхаем не горько. У главного... А-а-а! У главного фонтана мы встретимся. Я так хочу увидеть именно своих поклонников. Ребят, кто меня любит? Я вас тоже люблю заочно. Приходите со мной познакомиться лично. Они заряжены? Я очень. Вы просто молодцы, ребят. Я вас очень люблю. Да я не люблю. Пожалуйста, приходите. Я очень хочу с вами познакомиться. Если вы нас любите, то мы вас будем любить вдвойне, втройне. А я уверена, что вы нас любите, потому что вы нам присылаете еду. Вы нам помогаете. Вы голосуете. Вы все время с нами. Я чувствую вашу поддержку. Без вас мы никуда. Спасибо, уважаемые смотрители. Я мечтаю встретиться именно с тобой. Нет, на самом деле мы забыли сказать, что мы встречаемся у главного фонтана. Мы встречаемся сегодня у главного фонтана в парке культуры имени Горького. В 4 часа. В Москве в 4 часа. И будем делать какой хороший концерт. В общем, мы будем выполнять задание. И вы можете как раз это посмотреть. Это мини-концерт ко дню матери. Да, вообще мини-концерт это ко дню матери просто. Это вообще-то задание наше. На самом деле мы не рассказали о том, что у нас еще кое-что припасено. Как? Кое-что припасено. Флэш-моб вообще-то у нас еще есть. Опа. Флэш-моб. А мы сегодня его будем делать? Да. Так, а сегодня и надо его делать, брателло. Да. А как мы его делаем? Поэтому мы еще не рассказали об этом. Мы сказали, что будем только делать концерт. А флэш-моб сюрприз будет. Да. А флэш-моб это антен-десерт. Ну давайте отсудим. Тогда можно поймали тишину все? У меня сообщение есть. А если ты меня сейчас видишь, дама, которая вчера приходила и которая ныкалась, куда-то шкерилась и все никак не могла подойти. Я видел тебя и ты, ну видно было, что ты вроде хочешь что-то сказать, как-то это, но постоянно пряталась. Ходила за нами, пряталась куда-то. Короче, деваха, если ты сегодня придешь в 4 часа в парк культуры и отдыха имени Горького, главному фонтану, ты не кипишуйся и не стесняйся, ты подходи по базаринам. Васич хотел сказать, что, уважаемые поклонницы Васича, приезжайте, пожалуйста. Васич тоже уже очень любит вас заочно. И он очень с вами хочет просто поговорить, пообщаться, познакомиться поближе. Приезжайте, девчонки, женщины и все мамочки нашей страны. Ну, хотя бы города Москвы. Мы ждем вас. Мы очень от души хотим. Я еще не мама, но я очень хочу быть мамой. И я вас от души хочу поздравить за то, что вы сделали такое великое дело, родили детей. Дай Бог вам счастья, здоровья, чтобы ваши детки вас столько радовали. Класс. Очень класс. Да, очень хорошо. Ну, день матери, да, важный день. Ну, хорошо, мы приедем. Нет, на самом деле я как бы не особо считаю, что это какой-то хитман-ли. Максим, ты устал? Да нет, я готовлюсь. Слушай, ты похож? Мне кажется, он покемон какой-то. Слушай, покемон, ты будешь знаешь кто? Ты будешь хитман-ли. Такой там был с длинными ногами, с перевязкой. А-а. Да, такой прикольный, ногами закладывал. Да, и хитман-чан есть, который руками закладывал. Слушайте, слушайте. Каждый раз? Я никогда не отмечала День Матери, если честно. Я даже вообще не знала, что это существует. Это что? Серьезно? Да, серьезно. Это что? Для меня сегодня произошло какое-то открытие. Это единственная семья, да? Да. Мне кажется, ты из человеческой семьи. Да? Да? Да, я из человеческой семьи. А что? А вы что, всегда отмечаете День Матери, что ли? Вы что, знаете, все праздники? День Матери всегда, да. Да. Я вообще не знала, что такое существует. Ах, далеко, далеко. А когда твоя мама днюха? Где-то там, в Подмосковье. А что, 29 октября? Фотографию сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони, человек в килогреке или просто зыкан. Паспач вернул. Человек вынул нож, серый, ты не шути. Хочешь крови, ну что ж, я такой же, как ты. Только сам Бог видал, ни тебе и ни мне. Волк еще постоял, волк еще постоял и умчался во тьме. В небо взвыла ракета и упала за реку. Человек в килогреке или просто зыкан. А по белому снегу уходил от погони, человек в килогреке или просто зыкан. А зыкан это что такое? Зыкан это зэк, что непонятного, слышишь? Ну непонятно мне было, а что такого? Слушай, Хитман Ли, а ты что стоишь? Не знаю, ты просто стоишь и все, что ты делаешь? Я вот в день матери всегда была очень редко со своей мамой. В этот день я очень, ну как бы всегда находилась в другом клубе, занималась своими делами и все такое. И сейчас опять я снова в день матери не со своей мамой. Родная моя любимая мамочка, если ты меня слышишь, видишь, я все души, я тебя помню всегда и засыпаю, просыпаюсь. Ты у меня самая лучшая, самая клевая, я тебя поздравляю от всей души за этим праздником для матери, я тебя очень все люблю. Ты у меня на самом деле очень замечательная, необыкновенная, чудесная, восхитительная. У меня не хватит комплиментов. И я сделаю все, чтобы ты мной гордилась. Я тебя люблю. Мало того, что его здесь... Да, я тоже. Ну, в смысле, на самом деле. Матери застежут. Мама, я знаю, ты сейчас на красной горбатке смотришь, возможно, меня. Хочу передать тебе огромный привет и сказать, что я тебя очень люблю и всегда, когда будет у меня возможность, и это, я всегда буду возвращаться. Прости меня, мама, за то, что я такой. Но детей не выбирают, хотя я думаю, что ты меня выбрала. Спасибо тебе, я люблю тебя, мама. На самом деле, Вася у нас очень хороший, он добрый. Он делает ошибки в своей жизни, но потом он сам понимает, что он сделал ошибку и потом исправляется. Васич, у вас очень хороший сын. Как зовут твоя мама, Васич? Катерина. Ой, Катерина, как меня? Катерина, моя тезка, у вас очень хороший сын. И какие-то у него есть, если немножечко недостаточки, я его перевоспитаю. Я беру его в свои руки. Катюха, я не пропаду. На подключительство, на подключительство, Васич, беру тебя. Мам, я тебя поздравляю тоже с праздником Днем Матери. Ну, ты знаешь все. Ты знаешь все, что я к тебе ощущаю и как тебя люблю. Вот, спасибо тебе за то, что направила меня когда-то в правильное время. Потому что я не знал, не знал, как это делать и куда идти. Но в итоге я поступил, отучился, вот. И все хорошо, за спорт, за все, за заботу. Я помню, как, короче, у меня была история с мамой связанная. В общем, мне было, короче, 13 лет. Я со своим другом закрылся у него в квартире. Никого не было, короче. Мы купили пачку сигарет. Вот. Класс. Да, застряли, сели на балкон. И, короче, ну, пригнулись и начали вот так курить сигареты. Вот, 13 лет мне было где-то, или 12 даже, молодой. Вот, а кто-то сдал нас из соседей. Кто-то сдал нас из соседей, короче. И, ну, я это понял, когда пришел домой. Потому что стояла мама. У нее была пачка сигарет в руках. Она взяла отцовский солдатский ремень. Я таких щи получил просто. Я просто эти щи запомнил на всю жизнь. Серьезно. И до сих пор, если там какая-нибудь тусовочка, я выкуриваю сигарету, у меня вот это вот осталось, что я не буду, ну, как бы, я сейчас курю, потом, например, выкину. Вообще, ну, я не курю. Бывает, что курю, кто не курю, но вообще никому не советует. Ну, вот сейчас я уже, вот сейчас я уже не курю давно. Вот. Ну, короче, я это запомнил. Вот. За это огромное спасибо маме. Потому что она во мне воспитала что-то такое, что меня защищает. Вот такие дела, ребят. У меня нету никаких историй. У меня все хорошо. Ты издеваешься, что ли? Серьезно? У меня никогда не ругали родители. У меня отличные отношения. Расскажи про отличные отношения. Нет, у меня хорошие отношения с родителем. Просто я за это благодарен. Больше мама меня никогда не трогает. И папа тем более вообще. Ну, то есть, прикольно было. Не, у меня есть, смотри, история тут. Стой, стой, не умею тебя. Вот, вот, вот сюда, вот. Не, давай поздравить. И смотри туда, брателло. Что непонятно? Падай давай и смотри туда. Вот, поздравляю всех мам. Капец это вкусно. Матери, да. И поздравляю тоже. Соль бежит. Вот. История, да, у меня есть. Что, послушаем? Сейчас рисковаю. Вот, помню, как меня мама тоже забирала, короче. И доводила до детского сада, короче. То есть, это было даже непривычно. Даже, понимаешь. Ты маму доводила до детского сада, это непривычно? А я сам ведь не мог ходить. То есть, вот, в чем суть-то, да? Да, то есть, у нас находился далеко, надо было доезжать от этого. Ну вот, я как бы и ездил туда и обратно, получается, с мамой. То есть, она мне еще давала какие-то советы. Вот. И также... Так, так, да, вот, говори, говори, ага. Слушай, это так. И что она... Она не всегда давала еду тоже, понимаешь? Еду давала? Да, чтобы я... Ну, чтобы ты похавал, да, брат? Конечно. Ага, ага. Итак, и что потом было? Самое главное, говори. Потому что история великолепная. Самое главное, да? Еду она давала тебе. Ну, да. Ага, еду давала. Садик, насчет еды. Насчет еды. Когда меня в школу вызывали родители, мама приходила и приносила мне похавать все время чипсы, шмипсы, всякие. А она никогда не ругала. Да, и то, что всегда, когда какие-то были мероприятия, да, то есть она со мной тоже была и водила хоровод. Хоровод с тобой водила? Да. Прекрасно. На Новый год, наверное, вокруг елки. Вы вдвоем ходили в хороводе? Вокруг елки. Да. Ну, то есть мама тебе брала за руки, и вы вот так вот ходили? Ну, да, да. Как бы вот так ходили мы. Вот, я думаю, а? Ну, вот, смотри, вот так вот. Вот, допустим, ты вот елка. Ага, вот я елка. Нет, мама. Она мама. Да, мама? А, давай. Нет, ты елка. Мама. Сына, ты опять спайс употреблял? Вот, смотри, давай вот так вот допустим. Это елка. Это елка, да. И вот так вот ходили. Пойдем, поспал елки. Нет, еще вот так вот, как присядочку. Представим, дайте кого-то. Маленький, маленький, маленький мой. Вот так, да, мам? Да, да, да. Елочки салимые дамы. Отпоили разогрел. А где пару пельсовили? Слушай, а чем тебя мама корнила? Я не знаю. Сразу посмелели, коллектив нашал им свой. Слушай, это спасли. Нет, растишку. Бросай это дело. Растишку. Я растишку ел. Вот, видишь? Растишка, но вы кармины, поэтому он такой высокий. Давай, Вася Васич. Разные. Вы знаете, в жизни может быть все. Может быть обиды, могут быть проблемы, горе. Может быть самые страшные вещи. Но есть такая вещь, которая навсегда. Вот оно навсегда. Вот вы, наши родные мамы, вот вы навсегда. Если у тебя все хорошо, то ты особо не звонишь, не пишешь, не это. А вот когда плохо, ты вспоминаешь самое родное, что у тебя есть. Ты вспоминаешь маму. Конечно, в идеале всегда вспоминать маму и всегда ей звонить, писать, приезжать. Но я хочу сказать, что самые трудные моменты спасаете нас только вы. И вы любите нас безусловной любовью, безусловной, бескорыстной. Так, как любит мать, так, как любит мама, не любит никто. И вот за это вам огромное спасибо. Потому что, когда есть безусловная любовь, тогда есть вечная память. Спасибо вам большое. А, Максим. Мамочка, я не хватит, хватает всех слов в твоей душе, чтобы выразить всю признательность тебе и вообще всем вам, матерям. Я очень жалею, что я еще не мама, но я думаю, у меня все впереди. Я тоже очень хочу себя почувствовать мамой. Это так трогательно. Вот вроде бы одно слово «мама», но сколько оно значит? Это вся жизнь, начиная с самого рождения до конца, вся жизнь у человека заключается в этом слове. Мамы, мы все вас любим, боготворим и очень хотим от всей души, чтобы каждый день приносил вам только радость, улыбки и чтобы ваши глаза всегда светились. Мы вас любим. Мамы, я тебя люблю. О! Просто... Давайте, ребята, позовите Лио. А ты все, пауз! Да, я все вижу вообще, что такое, почему? Лио зовем. В чем дело, что у тебя случилось? Как что? Он хотел раньше всех съесть все. Ты вообще пробовала? Три раза подходила. Я один штучку попробовала. Один штучку. Итак, наш обед на дорогу. Завтрак и обед у меня курицей руками. Давай, давай, давай. Накладывайте сами. Да, давай. Итак, мы приготовили сегодня рисик в пакетиках и потушили кальмар с лучком на сковородочке в сметанном соусе. Вот. У меня просто нет кальмара. Можно? Лия! Поставь, капает все. Что, а ты лук? Да, да. Капает все. Как я это делала? Расскажи. Вкусно? Ммм. Максону. Подожди. Я просто сейчас. Один лучший. Что? Я рассказать рецептик для наших, это очень как бы быстро и удобно. Уважаемые домохозяйки, сейчас я поделюсь с вашим просто элементарным рецептиком приготовления кальмара. Я мороженый кальмар очистила. Очистила кальмар. Далее мы бросаем в кипящую воду на 2-3 минутки кальмар. Не больше 2-3 минут, чтобы он не был жестким. Подсоленную воду мы кидаем кальмар. Вытаскиваем его оттуда после 2-3 минуток. Очищаем до конца все шкурочки, там пленочки. У него такие еще такие жесткие полосочки пластиковые. Вытаскиваем все. Потом мы режем, пока кальмар варится, мы уже режем кольцами лучок и обжариваем его на сковородочке. После того, как у нас лучок как раз стал золотистой корочкой, покрылся и сварился кальмар, мы кальмарчик совмещаем с лучком, перчим его, солим, заливаем сметанку. Сегодня у меня была сметанка стопленого молока. Это было очень вкусно. И потом мы потушили буквально 2-3 минутки и кальмарчики готовы. Главное не передержать в этом рецепте, главное не передержать, потому что кальмар будет жестким. Вот так. Всем приятного аппетита. Это очень вкусно. Реально, это бомба, Кать. Так, Лия, оставьте. Лия! Вкусно! Слушайте, ребят, мы поедим и выступим куда-нибудь. Иди сюда, кальмарчик, кушай там на сковородочке. С рисиком хочешь, иди сюда ко мне тогда. Лия, сходи, пожалуйста, в туалет еще раз. И по-моему, рука на дорогу. На дорогу. Очень вкусно. Ну, хорошо. Реально вкусно. Слушай, Катя, сколько здесь калорий? Я этим я никогда не занимаюсь. Кальмары легкие. Белковые, но легкие. Ну, да. Ну, рис. Нет, на самом деле, это такое, на самом деле, легкое блюдо. Да, мне со мной уже понравилось. Это было офренерно. Так, ребят, если вдруг кто наелся и не доел. Максон, тебе вкусно? Да. Ты когда ешь, ты как бы понимаешь, как я чувствую еду. Я даже сейчас. Я сейчас что-то испытываю. Доедаю, а у меня прям желание отобрать у Катерины тарелку и доесть. Лия будет доедать за мной. Лия, с тобой доедать будет? Угу. В смысле? У нас нет еще до тарелки. Слушай, это прям реально вообще. Да, очень вкусно. Так, ребят, давайте еще раз. Программу. Первая. А, программа. Первая, это стих, да? Давайте прям определять уже по точнику, чтобы это. Это стих. Стих. Для мам. Второе, что? Песня. Песня. Танец Макса. Второе, танец Макса. Ну, надо еще стих почитать. Не надо. Не надо. Не надо. Какой, давай? Какой? Какой? Я, допустим, я вот так буду. Пречувствую тебя, когда проходит мимо. Всего в облике в одном. Пречувствую тебя. Весь горизонт в огне. Ясенестерпимо. И я танцую в парке Горького для тебя. Типа того. Не надо. Не надо. Значит, давай. А что второе? Ну, давай, послать. Давай я плачту и буду танцевать. Это было круто. Так, хорошо. Второй стих Макса. Если обосрешься, я тебя в парке, то не у меня. Я и танцевать вас уже буду. Нет, давайте стих Макса оставим на потом. Лена. С риском. Лена. Накладывайся. То есть у него стих может быть, а может и не быть. Второе. Что второе? Ну, давай. Ребята, а как мы доберемся туда? Ну, не то сейчас. Короче, я сам определю, что это. Мы пока сейчас поговорим о том, как будем добираться. А я сам сделаю это и буду объявлять. Хорошо. Это будет тогда для вас. Короче, нам надо выбраться. Пойти, может, к ближайшему какому-нибудь метро или остановке автобуса. Или остановить машины дверь. Или, скорее всего, мы сядем все-таки в автобус. Доедем куда-нибудь. Что, садись? До города. Спасибо. До какого-нибудь. И будем пытаться выбираться, если там есть метро мы же, так сказать. Крови добираться. Можно. Извините, я не могу говорить. Приятного аппетита. Нам придется ехать в метро. Вкусно, но мало, да, ребят? Да. Ну, очень вкусно. Реально вкусно. Правда. Итак, ну, значит, что, будем ловить попутки? Короче, Катерина готова. Мужики, надо забирать. Можно, в принципе, остановить какой-нибудь автобус и просто... А, кстати, можно остановить в автобус. Попросить водителя. Довезите нас, пожалуйста. Мы вам организуем веселую поездку. Всему автобусу будем по пути петь песни. Поздравляйте у женщин с мам. С днем матери. Да. Гениально. Гениально. Катерин, скажи просто, скажи еще раз. Я хочу... Уважаемые водители автобусов, если вы сегодня, сейчас увидите нас где-нибудь на трассе, мы стоим и голосуем, останавливайтесь. И подвезите нас, пожалуйста. Подвезите нас, а мы вам организуем самую веселую поездку. Будем пострелять всех женщин в вашем автобусе с днем матери. И поднимем настроение всем вашим пассажирам. Да. Так что остановитесь. Не обязательно. Не проезжайте мимо нас. Боже. А вы, да, песенку. Ну, да. Крепче за баранку держи, шофер. А дорога длинною лентой убьется. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Для водителя. Крепче за баранку держи, шофер. На меня страшны не нам, не дождь, не вьюга. Час за баранку и коса гор. Чтобы не пришлось любимой плакать. Крепче за баранку держи, шофер. Так, я пошла подкрашусь, девчат. Пошла подкрашусь. Я вообще еще не красилась сегодня. Мне нужно надеть какую-то кофту, потому что будет холодно. Крепче за баранку держи, шофер. Так, если я сегодня буду это делать, мне нужен реально либо какой-то музон на этой колонке, либо реально отрепетировать. Это надо отрепетировать. Это прекрасно надо отрепетировать. Вот, потому что либо бит, потому что сейчас я с бита сбился, и юрца, нужно как-то это сделать. Но я еще раз зачитаю, чтобы, чтобы понять. Я встаю с дивана где-то в 7 утра, потому как это правило мой устав. Каждый день в 9 я делаю зарядку, а потом от камер начинаю играть в прятки. Я жду часами душ, вспоминая о душе. Хочу забрать свой куш, он очень уже мне. Для бабушки Праскови было важно очень, чтобы никто из шестерых никого не бросил. Рабы с чердака от милой Кац и Зольды пытаются наследство оставить в свою пользу. И вроде получается, а вроде бы не очень. Игра-то не кончается, и я не тамагочи. Не вроде бы понятно, а вроде бы не очень. Я наследник своей бабушки, а не тамагочи. Мне вроде бы понятно, а вроде бы не очень. Я наследник своей бабушки, а не тамагочи. Да, все, так и сделаю. Хорошо. Девушки отдыхают. Нет. Макс, длинные шлангито. Длинные шлангито. Так, мы собираемся, да, готовимся сейчас. Так, там на улице холодно. Что одеть? Слушай, а где наши футболки? У меня на месте. У меня вон висит моя. А, моя. Вот тут. Где-то я забыл. Моя вот. Так. Как? Так, спокойно. Так. короче мы собираемся сейчас едем или добираемся пешком или на лошадях на собаках непонятно ползком чем угодно но мы едем пар горького все приходите к нам будет круто все поговорим споем почитаем стихи может у кого-нибудь свое есть что-нибудь может кто-то хочет танцевать или кто-то нам хочет подогнать баблишка или поесть или еще что-нибудь вот приезжайте будет очень круто и весело парке горького 16 00 а сейчас мы собираемся чтобы свалить йоу все погнали так что катерина что музыка я буду на куртку одевать на шубу ну что что одеваем я стою перед тобой в трусах а если мы замерзнем у меня аллергия на холод хрен ли ты тогда сидишь ты давай тогда одевайся дорогая моя у меня холодовая крапивница ты реально как ты поедешь я не знаю холодно же может ты не поедешь тогда сейчас я не знаю все короче я собираюсь я не знаю как я поеду ты чё издеваешься что ли у меня холодовая крапивница какая нахер холодовая крапивница я опухаю и задыхаюсь я не понимаю какая-то крапивница холодовая бред какой-то где это два метра счастья где ну куда ты делся слышь пава так все я попер я вас жду на улице я попер внизу вас жду давай я уже почти один так так крушеным до шапчу попер так одевайся раз я быстро быстро одевайся давай быстрее так все мы выходим выходим все давайте все короче мы выезжаем готовьтесь мы скоро будем парк горького 4 часа у фонтана ждите нас будет красиво день матери мы поздравляем